добрый день мои зрители вот после того как я кино закрытие канала выпустил его посмотрела уже 150 человек сейчас статистику зайду и у меня началась на почте но на почте skype чате как бы немножко такая вакханалия советmor не начали люди давать совет а вот например андрей н меркой же ты талантлив инженер какие нафиг тоже вот то есть как бы 150 человек посмотрела при том что подписчиков как бы больше до там больше полутора тысяч но я что хочу сказать из этих 150 человека только один человек у меня понял правильно да и он прислал мне 500 рублей еще раз спасибо сергею анатольевичу и к чему это все говорю да я говорю к тому что канал увы к сожалению умер силу экономических как бы причин потому что ну дорого это все стало то есть если раньше головка стоила 100 долларов иголка то сейчас она уже стоит вот ценник 144 доллара это еще без доставки то есть еще доставка 20 долларов в лучшем случае а так новая отпускная этой обычную головку показала я пишу на супер эллипса то есть вот супер эллипс отпускная 205 долларов японии плюс еще где-то 25 долларов пересылка 225 долларов андрей юрьевич будь добр для того чтобы продолжать канал вынес своего кармана оттай заголовку курс вы знаете доллара да можете посмотреть то есть сасовская дело в том что там японии произошло перераспределение рынка фирма жко как бы умерла то есть отошла под сас а сас стал монополистом и соответственно ценник повысился ну как бы я как человек который в курсе компьютер у меня вот два убитых компьютера видели их убитов все четыре там еще на пуке то есть он просто не тянет такие потоки то есть вот карточка видео захвата пожалуйста вот такая можно найти подешевле потоковая ну тоже отдай 7000 андрей юрьевич вот возьми да отдай потому что люди хотят слушать при этом эти люди я сказал да что на сегодняшний день за все можно сказать 6 лет что тут выпускается звук донатка на лост составил пять тысяч восемьсот рублей то есть вот с этим приходом который был вчера то есть ребят ну поймите правильно это это все время это все как бы обеспечить технический уровень увы я не могу без вложений а вкладываться у меня нет финансов то есть если раньше это шло как реклама какая-то от фирмы тракт кунаширского то фирма уже давно нет то есть это все как бы просто жалко жалко да включаешь иногда пластинку играет душевно есть возможно записать записываешь но нет возможности вы извините никакой как бы постоянной работы по оцифровке там по пластинкам у меня сейчас времени нет вести нет времени и и как бы выкладывать плюс нюанс еще какой нюанс такой что нужно иметь определенную высокий технический уровень технический уровень подрос поэтому когда ты выкладываешь хорошую оцифровку но с разрешением видео если раньше там было 640 на 480 даже 720 выкладываешь начинается вопрос плюс количество людей приславших пластинки пластинок пришло 12 штук всего за эти 9 лет подарочных то есть ну тоже как бы обновиться вложиться в материал причем я их практически все оцифровал за исключением тестовых диска два тестовых диска хотя с тестовыми дисками у меня тоже то есть поэтому ну поймите меня правильно меня душит экономика особых доходов от рекламы нет да я ее не выкладываю в общем разговор в принципе простой если вам интересен канал если вы подписчики дорожите да им то наверное пришло время вам как бы вложиться рублей по 500 примерно так если даже вот сейчас в принципе потребность в районе 68-75 тысяч рублей то есть чтобы вложиться и примерно на год это хватит то есть тогда я смогу спокойно до цифровать ну то есть обновив компьютерную базу собственно нужен компьютер потому что у меня все работающие с спешкой машины сдохли а на них было завязано линейные аудиокарточки то есть линейные входа на которые можно оцифровать и к сожалению требуется теперь новый компьютер и второе конечно карта видеозахвата для работы с потоковым видео потому что мощности никак не хватает то есть у меня обработка видео может занимать до 8 до 12 часов то есть вот пример виниловых дисков алиса в стране чудес которые каждый диск весит 2 гигабайт то есть представляете 8 гигабайт четыре стороны то есть закачать это уходит у меня два дня беспрерывно поэтому чтобы вас совсем не расстраивать просто объявляю до 22 сентября до равноденствия как бы ну три недели помощи каналу то есть какую сумму накидаете да я как бы еще раз говорю что я абсолютно к этому хочу относиться с одной стороны профессионально и качественно то есть но с другой стороны как бы за пять лет минимум хотя каналу больше я сделал достаточно много широких жестов до достаточно неплохо вложился то есть ну ребят простите я не могу быть дурачком которому все дают такие советы напрягайся дальше ты 15 лет усилительный напрягался теперь напрягайся дальше с каналом я не могу просто бесплатно работать и даже сын сказал папу он говорит кому твоя музыка нужна он мне кстати оцифровки делал то есть ты смотри говорят они относятся как схватили убежали все в кусты где-то там никто и на тебя смотрят как на дурачка который вот я я как бы удивился конечно сын меня удивил после армии поумнел кстати был у меня сюжет если вы помните юрий сидит на трубе и бросить денег это вот был сюжет как раз когда у меня была сложнейшая ситуация с сыном в армии потому что у меня попал ну прямо скажем в непростые войска и надо было там кое-что разруливать и на мою как бы просьбу откликнулись всего два человека один человек оказался настоящим другом настоящим поклонником канала прислал срал тысяч 30 тысяч рублей еще 30 тысяч я конечно занял тут в городе и как бы проблема проблема решилась поездкой аж в чету но лишний раз я просто посмотрел как люди относятся как бы лично ко мне да то есть поэтому ребят ну извините меня я стал жесткий прагматик поэтому мое решение о закрытии канала вызвано объективностью то есть канал остается он лежит ссылки сохраняются но о каком-то обновлении ресурсов сейчас как бы то есть писать вам записи на спиленных головках я тоже как зачем не падать деградировать куда-то то есть хотя у меня шикарные есть пластинки у меня есть последняя головка ну я ее как бы уже совсем для себя берегу то есть вот реально надо сейчас пару головок прикупить то есть это 400 баксов просто то есть цены приличные на все вы я я к сожалению не могу похвастаться что у меня делу дела идут очень хорошо по части аудио бизнеса потому что с 2014 года когда стали грабить население россии путинские уроды все как бы пошло на спад народ стал отсекать лишнее убирать расходы в том числе и музыку и поэтому вот так вот достаточно грустно плюс конечно китай дешманским всяким подогрел то есть дело не в юрич юрий честно отторобанил свою пятилетку в ю тубе отторобанил честно 15 лет в аудио бизнесе как бы поэтому юрич получил кучу астракизма до получил нежелание внедрять эти технологии 21 века юрич умывает руки просто если кто-то что-то присылает у меня в принципе оповещение приходит я потом уже даже отдельную передачку сделаю если не наберется той суммы которую я озвучил ну грубо говоря 70 тысяч наберется допустим 20 я пойду простым путем возьму допустим головки возьму некий согласованный список пластинок именно с теми людьми которые то есть кому кто пришлет там кому как что нравится просто оцифрую выложу это оцифровано допустим классику джаз или там русский винил и выложу также на другом google ресурсе сколько там получится и как бы это будет мой честно моя честная работа за эти деньги вот собственно и все спасибо за внимание с вами был андрей викторов владелец канала тракт кунаширского все до свидания